Всем здравствуйте! После публикации расследования об американской недвижимости телеведущей Елены Малышевой, в соцсетях стали появляться истории тех, кто работал в ее программах здоровья и жить здорово. В своих постах люди пишут о том, что с Малышевой было невозможно работать, в первую очередь из-за того, что ее боялись все. Первым, кто написал пост о своей работе на Малышеву, был редактор структурного подразделения программы Рустам Юлборисов. По его словам, Малышева никогда не скрывала того, что у нее есть недвижимость в США, а в Россию она прилетает только на съемки. Также, по словам Юлборисова, сотрудников программ заставляли худеть, а серьга в ухе мужчины становилась поводом для вопросов о его сексуальной ориентации. Позже похожий пост написала и жена Рустама Полина Юлборисова. Она тоже рассказала о тяжелой эмоциональной атмосфере на программах Малышевой, в которой все несчастны и агрессивны друг к другу. В свой выходной я должна была приехать в телецентр и отсидеть 12 часов в аппаратной, в полной темноте, вместе со съемочной группой. Мне выделяли стул в углу и подпускали время от времени к микрофону. Шеф-редактор мне сказала, поздоровайся, представься и вежливо попроси, чего хочешь. Я нажимаю кнопку. Елена Васильевна, здравствуйте. Это Полина? Скрябина? Я хочу вам напомнить о проекте, который стартует через неделю. Но раб лампы внезапно отвечает, какая еще Скрябина? Не помню такой. Хорошо, скажу про проект. Утром работается бодро и ругается добро. Ассистенты носятся с макетами по студии и постоянно получают задания, нагоняя по рации. Это линия связи для низшей касты. И на этой волне примерно все слова матерные, а фоном иногда слышится рыдание. Если макет ломается или чего-то не хватает, начинается выволочка. Тут главное оперативно найти виноватого и сдать его. А как известно, кто первый настучал, тут и прав. Если повезет, к следующей летучке Елена Васильевна все забудет. Первое время мы ходили на летучке всей нашей маленькой редакции. Отправляли нас туда, вероятно, с целью подбросить свежих идей. Дополнительно эти многочасовые заседания не оплачивались, поэтому мотивации у нас не было. Однако скоро я вошла во вкус, поэтому что это. Было настоящее шоу. В небольшой комнате в Останкино собиралась вся съемочная группа. Самые молодые ассистентки и редакторки. Именно они пишут сценарии, придумывают макеты и получают все шишки. Остальные – немолодые уже люди с повальным заиканием. Каждый оправдывается на свой лад и обещает, что больше такого не повторится. В случае конфликта включается шантаж болезнями работника. И если мужчинам часто удавалось отшутиться, девушкам вообще мало что сходило с рук. Мне, например, попало за то, что во время брюйнштерминга я сидела с равнодушным видом. С этого дня мне запретили посещать летучки, чему я была очень рада. В комментариях к посту Рустама Юл Борисова своими воспоминаниями делятся и другие бывшие сотрудники. Я, Дима, проработал в этой помойке полтора года. На момент моего увольнения в редакции сайта был только один человек, который пришел до меня. Первые два месяца меня просто забыли оформить. При этом атмосфера на летучках была пропитан вопросом, кого сегодня уволят. За полтора года сменилось четыре шеф-редактора, про рядовых редакторов вообще молчу. Работа была скоординирована ужасно. Было обычным делом узнать в пятницу вечером, что к утру воскресенья по Дальнему Востоку нужно создать новый раздел на сайте. Как-то работал 25 часов подряд. Уволили меня, конечно же, не за плохую работу. Вот вам моя история. Я пошел в годовой оплачиваемый отпуск на неделю. По возвращении получил спортивную травму и работал из дома, находясь на больничном. Мне позвонил директор и матом предложил мне оплатить работу другого программиста на субподряде, который работал неделю вместо меня. И был на это ожидаемо послан. По выходу его ручной пес, Сергей начал подсовывать разные бумажки типа «пиши объяснительную за опоздание, которых не было». Потом директор собирал весь коллектив и что-то там вещал, что я не уважаю коллектив и т.д. Спросив пару коллег, смогут ли они выступить свидетелями, получил ответ, что нам очень жаль, но сейчас очень боимся потерять работу. В итоге уволили меня за прогул в день, когда я физически был на работе. За работу из дома тоже не заплатили, конечно же. Потом по суду это увольнение за прогул было заменено на по соглашению сторон. Нынешний редактор соцсетей Евгений Бузев тоже когда-то работал у Елены Малышевой. По его словам, телеведущая запрещала своим сотрудникам курить, а многие сюжеты своих передач заимствовала из американского телевидения. О том, что с Малышевой невозможно работать, писала еще в 2013 году научная журналистка Ася Казанцева. Она тоже рассказывала о абсурдных требованиях руководства программ, из-за которых не смогла проработать там дольше двух недель. Ранее фонд борьбы с коррупцией выяснил, что семье телеведущей Елены Малышевой принадлежит недвижимость в США общей стоимостью 11 миллионов долларов. Сама Малышева в разговоре с МБ и Медиа не стала комментировать информацию о недвижимости и пообещала позже ознакомиться с материалом ИВК. «Я даже не видела, что это такое. Не знаю, о чем речь. Я сейчас настолько занята, нахожусь в больнице. Честное слово, не знаю, что вам сказать. Сейчас вспышка коронавируса, никто не в курсе. Обязательно посмотрю, но сейчас даже не знаю, о чем речь», — сказала Малышева. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.